Рыблечерба Болгарский перец Высушенный и измельченный Значит, лук, белое вино Рыба Морковь И корни для варки рыбы Собственно говоря, все, пойдем Заходим на рынок Так Сразу пойдем рыбный ряд Попробуем выбрать нормальную рыбу Если здесь не будет карпа Или какой-то хорошей речной рыбы Мы купим в супермаркете Очень мне нравится для этого дела Использовать красного ерша Такого, адриатического, морская Она тоже прекрасно быстро варится И прекрасно идет в рыблю чербу Идем на рыбный ряд Так, что нам сегодня предлагает Рыбный ряд А им это ли речную рыбу? Паструнг Не, паструнг не треба Вала Вала, вала Значит, рыблю чербу Мы будем готовить На основе красного Морского ерша Ну, а здесь мы можем купить лук Лука нам надо будет много Один килограмм Но не весь он пойдет в суп В рыблю чербу А какое-то определенное количество Достаточно много Идем покупать лук Добрый день А им это ли лук цирный? Нет А коли какого-то? Я дали Ага, ваше Дайте нам один килограмм цирного лука Естественно Какой суп Какая черба Без зеленой травки Без петрушечки Без укропчика Возьмем пучок петрушки Килограмм лука Что нам надо Я бы взял Я бы взял еще и помидорчика Добавить Не Зариблю чербу Треба нам О, вы Я хочу вам сказать Некий средний голец Средняя величина Да, да, да Па знаете, что свеча Дайде у супа У чербу И может быть Великий Нет, нет Не баш Великий проблем А кое что имате Ёш от зелен Нина? Дешун Имате ваку А, мироджил Ага Ага А, ова Има зелен Можем Узьму корень Корень Пршуна И шаргарепицу Треба Ага Значить Дайте Єден Єден И други Поедном И две Шаргарепи Можем на команды Или А мани Дайте мани За одну За одну шарпу Чорбы нам Треба Ово доволна Єсте И ово Єсте То и то И Два Комада Шаргарепицы Вот вы видите Что мы покупаем Мы покупаем Морковку Корень Пастернака И корень Петрушки Это нам будет необходимо Потребуется для Варки Рыбы И для того Чтобы сделать Хорошую зажарку Колька И знаете что И дайте две Папричицы Цирны Цирвены Есть Отлично Чем больше овощей В чорбе Существуют Конечно Классические рецепты Но я считаю Чем больше овощей В чорбе Тем Чорба Будет Всегда Вкуснее Хочешь дам Потраж Мироджи Мироджи Не не треба Купить чем Сува Сува За чорбу Наиболее Сколько Любят картошку Но в Черногории И в Сербии На Балканах Картошку редко Кладут в супы Существует Обычно в селах Делают Люди Варят похлебку И где на русскую На русской манере В похлебку Кладут все Что есть в доме Но мы будем Все же Придерживаться Придерживаться Классической рецептуры А для Классической рецептуры Это у нас Лук Алива Паприка Все необходимые Корни Включая Морковку Для варки рыбы Для любого бульона Собственно говоря Вот Собственно говоря Мы купили все Осталось Собственно рыбу За рыбой Мы идем в супермаркет Ну вот Собственно говоря Мы пришли в супермаркет Здесь нам Понадобится Рис Потому что По ходу По ходу покупок Мы решили Еще приготовить Ризотто Что собственно говоря Не составит нам Больших проблем Это не так и сложно А для Продолжение Для рыбной чербы Нам нужна рыба Идеально Пойдет речная Но я уже много раз Готовил здесь В Черногории Очень неплохие супчики Есть у меня два варианта И быстросупчик Такой на основе Красного Красного окуня Вот такая Вот такая вот Дивная Дивная штучка Красный окунь Вот из него получается Очень такой Быстренький Легкий Быстросуп Но можно приготовить Еще Его же мы будем Использовать Для чербы Для рыбной чербы Вообще Белые рыбы Хороши для супов Для любых Супов Я помню Как в Черногории Нам однажды Подали замечательно Совершенно В одном из ресторанов Морского черта Из головы Сварили быстренький Супчик С легкими С легким Дополнением Овощей А тело Собственно говоря Морского черта Как его здесь называют Очень интересное Какое-то название Не помнишь Лаур Рыбный черт Нет Есть сам Пьер Отдельно А Грдоба 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 Собственно А грда На сербском языке Значит Уродливый То есть Вот это Морской черт На сербском Если перевести обратно Получается Грдоба Уродина Но он невероятно Вкусен Если заказывать Целиком рыбку Из головы Сварить супчик А тельце Приготовить как-нибудь Нежно Или на гриле Или Даже если отварить Итак Что мы берем Нам Мы взяли Вот 525 грамм Шкарпины Но мне кажется Это и маловато Потому что Будут косточки Будет еще Что-то уйдет В чешую Оттает Я бы взял Две Две вот эти шкарпинки Филе Морской окунь Очень хорошо Что не филе Я помню Один человек Человек Повар Сербского происхождения Серб Собственно говоря Сержин Маркович С которым мы Заочно дружим На фейсбуке Я видел Как он это готовит И вот он говорит Что нельзя Никогда выбрасывать Надо варить рыбу целиком Только отбросить чешую Но обязательно Варить с плавниками Обязательно варить с хвостиком Обязательно варить с косточками Потому что в них Очень вкусный навар Мы берем Две гордобы В крайнем случае Приготовим бульончик Который используем Для приготовления Ризотто 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 мы решили Делать с плодами С дарами моря И вот у нас здесь Есть Есть уже Есть такой Собственно говоря Набор Плодов моря За пагетти Я никогда Этого не видел Не покупал Сейчас мы посмотрим Что нам здесь предлагает Рынок Вот Какие-то еще Плоды моря И даже Интересно Какая услуга Они все подписаны Плодовое море Плоды моря Для Пагетти Для спагетти Плоды моря Морские Для каких-то Кампима Но мы Выберем Что-то среднее Вообще Я люблю Очень экспериментировать В приготовлении еды Держаться Одного Какого-то Классического Рецепта Но а почему А почему А почему Ничем Чем-нибудь Не дополнить Интересным Что-то Что-то Что в голову Пройдет Какая-нибудь Интересная Вот возьмем Два вида Морских плодов И Попробуем И приготовим Из них Позже Ризотто Так С рыбой Мы с морскими Дарами Мы закончили Осталось Осталось Ну что Собственно говоря Рис И вино Рим для рыбной чербы Однажды Слышал Довольно Интересное Замечание Человек Который Не любит Специи Он И в жизни Достаточно Постный Но Главное Не переборщить Конечно Во всем Необходима Нам мера Вот Огромное Количество Специи Предлагает Рынок Черногории И я слышал Знаю Что здесь Очень много Людей Используют Всякие Добавки С искусственными Наполнителями Чего я бы Не советовал Класть Вот Все эти Вся эта штука Может быть Они усиливают вкус Но Существует Огромная Гамма Вкусов Природных Ароматов Это И лук И чеснок И различные Коренья И пастернак И петрушка И что там у нас И морковка И много Не говоря уже Обычных Привычных нам Морков Привычных нам Укропи И петрушки Вот Я люблю Давно уже Использую Для супов Незаменимые Вот эти вот вещи Смесь Сухих Овощей Без Дополнения Без Наполнения Какими-то Какими-либо Глютаматами Каких-нибудь Искусственными Улучшителями Вкуса Ну вот здесь Маленькое То есть пакетирование Вот Его мы Его мы И купим Сушеные Поварочи Сушеные Овощи Для Смесь Сухих Овощей Для супа Вот знаете Конечно Хорошо Используют Свежие Вещи Сухие Специалистами В отборе Выборе Вин Которые Приезжали В Черногорию С которым Мне довелось Здесь Общаться И обсуждать Вина И все Говорят Что даже Самые Ординарные Даже Самые Простые Вина На Балканах Вполне Питкие Есть такое Как называется У профессионалов Но Они Они Все Вкусные Они Все Пригодные Да Они Все Пригодные Они Всех Пригодные Для питья И Вот я Я хочу Купить Сегодня Или Банатский Рислинг Это Вино Сербское Или Подгореческое Белое Оно И Вкусное Для Для Питья Ординарное Такое Знаете Я Всегда Ассоциации С Советским Союзом Когда Наступает В Москве Наступает Лето И Холодильник Должен быть В холодильнике Должна быть Бутылочка Холодного Рислинга Я Покупаю В Черногории Я Покупаю Подгореческое Белое И Или Банатский Рислинг Ну Вот Вот Здесь Черногорский Рынок Предлагает Нам Огромный Выбор Вин Ну Очень Вкусный Собственно Горя Банатский Рислинг Но Банатский Рислинг Мы будем Использовать Когда Будем Белое Вино Вот Такое Ординарное Известного Производителя Плантажа Черногорского С Вот Такой Вот Даже Жестяной Крышечкой И Что А что Ни о чем Плохом Дурном Нам не говорит О качестве Вина Наоборот Непростая Задача Выбрать Рис Непростая В другой Стране В Москве Конечно У меня Проблем С этим С этим Не было Здесь Все Сорта Новая Я Попробовал Выбрать Рис Какой Нибудь Округлый Для Вот Этот Попробуем Округлого Зерна Для Ризотто Может Вот Этот Возьмем Шлифованный Ну Почему Нет Пусть Будет Попробуем Нам 500 Полкило Нам Вполне Достаточно 250 Грамм Приготовим С Ризотто Все Еще Самый Последний Последний Последняя Жирная Точка В нашем Шопинге Это Покупка Воды Когда Готовишь Всегда Хочется Много Пить Вообще Конечно Вода Это Источник Жизни Я считаю Что Если бы Люди Все люди Пили Много Воды Они Были Намного Здоровее Можно Водой Можно Лечить Даже Самые Хронические Заболевания Я Не Доктор Но Лично Я Пью Воды Очень Много Стараюсь Пить Хотя 2 Литра В день Вообще Говорят Что И в Сербии В Черногории Вода Которая Течет Из Крана Очень Хорошая Очень Качественная Ее Можно Пить Просто Даже Без Фильтров И Не Использовать Все Что Продается В Магазинах Но Наверное Я доверяю Все же Технологическим Процессам Обработки Очистки Кто Его Знает Что Там В трубе Какие Микроэлементы Трубе Которая Кран Кто Его Знает Что Там Было В Тех Резервуарах В Которых Она Хранится А Вода Которую Специально Подготовили И Разлили Наверное Она Все же Вызывает Больше Доверения Ее Можно Пить Просто Ее Можно Использовать При Готовке И Воды И Вот Такой Интересный Бренд Красивая Бутылка Воду Качество Воды Мы С вами Оценим В процессе Приготовления Называется Вода Монте Минерали Давайте Попробуем Почему Нет Ну Вот Собственно Горя Подведем Итог Во Что Нам Выйдет Приготовление Рыбли Чорбы И Ризотто При Том Что Понятно Что Не Все Из Купленных Продуктов Пойдет В Разработку Колико 2 из 35 Да 23 Евро 75 Центов Но Это За Все А Использовать Мы будем Конечно Неполное Количество Всех Этих Замечательных И качественных Продуктов Из А Так 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 Эва . Сам Прячется Тут О Т Продуктов У А В